Доброе утро, дорогие друзья, коллеги. Я благодарю организаторов за возможность рассказать о значимых рекомендациях, которые произошли в нашей морфологической секции, так сказать, разделе за последние несколько лет. В основном этот доклад был озвучен еще в прошлом году на конгрессе в Сочи. С небольшими коррекциями я его повторю здесь для более широкой аудитории. План у нас лекции такой. Вначале мы обсудим изменения, связанные с 8-й AGCC. Затем края резекции, что там поменялось нового. Как изменялась терминология и рекомендации в различных международных сообществах. Какие могут быть регуляторные механизмы. И то, что говорил Петр Владимирович только что, это также находит большое отражение и международных, и в российских рекомендациях. Новые правила оценки HER2FISH. У нас появились новые рекомендации от общества онкологов американского. USCAP и ASCA. И немножко поговорим про ТИЛСы. Итак, 8-я AGCC. Мы сейчас работаем в эру 8-й AGCC, которая была выпущена в 2016 году. И она определяла цель перехода от популяционных подходов, которые демонстрировали все предыдущие издания ТНМ и AGCC, начиная с первого, к персонализированным. И здесь очень большое имеет значение то, что 8-я AGCC постулирует то, что молочная железа есть единственная локализация, где патологическое и клиническое стадирование являются тождественными понятиями. Именно поэтому Петр Владимирович может так легко и свободно, и вы, клиницисты, можете свободно апеллировать нашими данными и сравнивать их со своими, потому что мы говорим о тождественной выборке. Конечно, при этом большое значение роль принадлежит нашему исследованию. Закрепляются особые правила работы с материалом молочной железы. Потому что, например, если мы говорим о раке животка, то там категорически запрещено использовать патологическое стадирование и приравнивать его к клиническому. Да, клинически выделяются и так исторически сложилось, что новые критерии, те, которые были у вас, это стадия по Т, стадия по Н, вы все это все знаете, но на первое место, в 8-е GCC, выходят характеристики опухоли, определяемые по молекулярно-генетическому профилю. И GCC в 8-е вводят два принципа стадирования. Это анатомическое стадирование, то, что мы все прекрасно знаем, ПТ, ПН, и прогностическое стадирование для того, чтобы более четко и правильно определять тип. В нашей стране к биологическому или прогностическому стадированию это в основном иммуногистохимические маркеры, эстроген, прогестерон, ХЕР-2, КИ-67. Но в основном та ситуация в мире, которая, и GCC в 8-е это как бы тоже постулирует, разделяя страны на индустриальные и постиндустриальные. Так вот, в постиндустриальных странах, таких как Северная Америка, Западная Европа, стадирование осуществляется также на основании определения молекулярно-биологического потипа по онкотайп ДХ или другим сигнатурам. Их всего 5 сигнатур. И убирается, это тоже надо понимать, есть в зале морфологи. Вы должны понимать, что наш морфологический диагноз не учитывается при стадировании. Учитывается Грейд и эстроген, прогестерон, ХЕР-2. Не имеет значения, другими словами, это медулярный рак или инвазивный протоковый, или еще какой-то. Да, мы должны написать гистологический вариант, но он не имеет значения для цели стадирования. И поэтому гораздо более правильно определять степень гистологической злокачественности во всех особых формах. Да? Мы это понимаем с вами. Также 8-я IGCC откорректировала понятие дольковой карциномы инситу. Отныне дольковой карциномы инситу, поскольку она является невоспроизводимым диагнозом даже на уровне экспертов, она элиминирована из классификации 8-й IGCC. Что получилось в результате рестадирования? То есть они с 2016 года применяли новые правила стадирования, анатомические и прогностические. И в итоге получилось, что в результате применения новых правил стадирования до 40%. Опухоли рестадируются в другие группы, чем они были бы простадированы по анатомическому принципу. Около 1,3 пациентов стадия заболевания согласно анатомической классификации была понижена в результате рестадирования, а у 7% повышена. Есть вот такое очень удобное приложение. И если у вас есть данные по ОНКТФДХ плюс наши гистологические характеристики, можно проверить не только стадирование в анатомической категории, но и в прогностической. Здесь доля изменения стадии рака молочной железы при применении новых правил. Это изменили стадию, половина изменили стадию, половина сохранили стадию. И как произошло разделение? Это для 3 негативного рака. Было исследовано вот такое вот количество пациентов, 574. И такая вот очень большая табличка. Всего здесь было исследовано 1667 пациентов. Это совместные данные греческого и американского двух центров. И как мы видим, что в маленьких стадиях, что в больших стадиях идёт изменение стадирования. То есть пока непонятно, кто куда изменяется. Это согласно по типам или согласно гистологической градации, или учитывается протяжённость опухоли категории Т. Но то, что они не всегда будут тождественны наши анатомические стадирования и стадирования, которые делают сейчас уже на североамериканском континенте в Западной Европе, мы понимаем, что сейчас произошёл так называемый раздел hard folk. Сейчас, наверное, мы не сможем брать так вот запросто их данные и перекладывать к себе, потому что у них другой принцип стадирования пошёл, который был основан на определении, выделении, так сказать, молекулярно-генетических подтипов. И также была тоже очень большая работа, в 2016 году опубликована около 800 пациентов, были запоставлены все 5 шкал прогностических, которые 8-я GCC рекомендует для типирования, для определения молекулярного подтипа. И вывод этого исследования состоит в том, что воспроизводимость между разными тестами была примерно сопоставима. То есть он катает низкого типа, говорит примерно одинаково, выделяет и мама принт, и все остальные, PAM-50. То есть они говорят примерно об одном и том же, но когда начали проявлять, выявлять воспроизводимость между разными тестами на индивидуальном уровне, то капа была вот такая низкая. Это достаточно большой задел и большой разговор для молекулярно-генетических тестирований, прямоподготовки и всё остальное. Потому что на 816 пациенток мы понимаем, это достаточно большой массив, где 5 сигнатур были исследованы в одних руках. И получилось, что достаточно низкая воспроизводимость этих тестов. Следующий большой вопрос, это чисто наш морфологический вопрос, это морфологическая оценка краев резекции. Край резекции и выполнение органосохраняющих операций, это, конечно, большой шаг улучшения качества жизни. Очень давно об этом говорят, что не влияет объём операции на выживаемость. И мы, как морфологи, не должны об этом вам сказать. Если край резекции был чистый, то у вас определённая своя тактика исследования и продолжение лечения. Если он был нечистый, это наш морфологический диагноз. Однако, несмотря на то, что уже больше 40 лет проводятся эти операции, было постулировано в 2014 году, что до сих пор нет единого протокола морфологического исследования, что есть позитивный край резекции. И американское общество онкологов и радиологов провели такой метаанализ очень большой. И Моника Моро опубликовала его о том, что именно соприкосновение красящего вещества с опухолью является краем резекции, позитивным. Все остальные варианты – это и являются негативным краем резекции. Такие использовались моменты, как 1 мм, 2 мм и 5 мм от края резекции. И это не влияло на скорость возникновения локального рецидива. Вместе с тем, прямое соприкосновение красящего вещества с опухолью имело значение. Конечно, имеет большой вопрос, тут встает, как красить, чем красить. И является ли окрашивание макропрепарата рутинным при морфологическом исследовании. Это вопрос не для этой аудитории, скорее всего. Но через два года стало понятно, что наличие негативного края резекции и упоминание о наличии протоковой карциномы институ ухудшает показатели безрецидивной выживаемости. Поэтому они еще раз пересмотрели свои же правила и в итоге сказали, что если имеется протоковой карциномы институ, то край резекции составляет более широкое понятие, то есть 2 мм до окрашенного края резекции. Для нас это небольшой нюанс, так же, как, наверное, и для оперирующих хирургов. Наличие DCIS говорит о том, что нужно посмотреть не менее 2 мм до края резекции. То есть для DCIS не работает прямое соприкосновение с опухолем. Новости от АСК и КАП о наличии, отсутствии, амплификации гена HER2. В настоящее время у нас есть 5 групп. Нет, не так, как мы раньше работали. HER2 позитивный, HER2 негативный. Амплифицированный и неамплифицированный. В 2010 году было введено понятие промежуточной амплификации или серой зоны. В настоящее время, работая с группой, где есть малая так называемая амплификация, на основании вот такого колоссального количества исследований АСК выделяет 5 групп для характеристики статуса гена HER2. Я хотела обратить ваше внимание на исследование. Вот это. Значит, здесь почти 3 тысячи пациентов на лабораторию. Это все референсные американские лаборатории. И четвертая группа – это так называемая промежуточная амплификация, когда мы не смогли сказать вам дефиницию ни по иммуногистохимии, ни по гибридизации МСИТ. И посмотрите, какой большой разброс. Стэнфорд говорит 5,5-5% промежуточная амплификация. Кто-то еще, сколько-то. Здесь в Дженкинс референсная лаборатория говорит 14,2% промежуточной амплификации. То есть там, где мы не можем поставить ни да, ни нет. И, скажем так, мы тоже занимаемся гибридизацией МСИТ. Что наш протокол, мы делаем его немножко иначе, не так, как все. Мы делаем цифровое копии и смотрим только, исключительно цифру. У нас примерно около 10%. Тоже многовато. Если смотреть на дорогую статистику. Но у нас есть, так сказать, референсные лаборатории в американской ИИИ-14. В итоге, да, они перепроверяли критерии оценки. И, в общем-то, сейчас рекомендация такая, что мы выделяем 4 группы. Мы должны вам писать в заключении не только наличие статуса амплификации, амплифицирован ген или нет, но также указать, какая из групп является, в какую из групп входит тестируемый клинический случай. Потому что, например, группа 2 – это так называемая моносомения, да, когда мало и гена, и мало и центромерного участка, но он считается позитивным. Это классическая группа 3. Группа 4 промежуточная и группа 5 – херба негативная. Что нужно делать в таком случае? Наверное, нужно пересмотреть иммуногистохимию, вернуться назад, сделать совместный анализ. Возможно, следует использовать другие, например, генетические характеристики. Может быть, он катает, поможет. В общем, пока что делать с этой группой промежуточной амплификации не совсем понятно. Несмотря на то, что у нас есть определенные моменты, успехи, но наиболее важные прогностические вещи – это метастаз, лимфатический узел, наличие позитивного края резекции – это морфологические критерии. И как бы мы ни сопротивлялись, или другие специалисты, все равно нам надо работать вместе и делать одну большую работу. Не могу не сказать про тилсы, которые сейчас являются предметом такого большого клинического интереса. Хотя лимфоциты внутри опухоли были всегда. Но, тем не менее, в 2014 году были опубликованы рекомендации от рабочей группы под руководством Сальгада. Они выяснили критерии, по которым следует оценивать внутреннюю опухолевую инфильтрацию лимфоцитами. На основании примерно вот такого количества исследований были одевантные, неодевантные, разные. Случевой терапией, без коробиопсии, полный слайд после резекции. То есть там было много-много исследований, и в итоге они выяснили такую вещь и критерии ее оценки. Категория А от 0 до 10% стромальных томроинфильтрирующих лимфоцитов, промежуточная от 20 до 40, и более 50% категория С или группа С. Да, и есть рекомендация о том, чтобы с шагом в 5%, но чтобы мы говорили по гистологическому препарату с шагом в 5% наличие самой этой инфильтрации лимфоцитов. Ну а как бы так же, как и 67, это будет маловоспроизводимый критерий. Поэтому, наверное, лучше делить большими мазками до 10, до половины и больше половины. Небольшой анонс. Мы покрасили не только ТИЛС, но и покрасили CD4 группу, фракцию этих лимфоцитов. Использовали примерно те же самые критерии, которые для ТИЛС делают. И 0 до 10, от 10 до половины и больше половины. И получили такие вот, мне кажется, симпатичные кривые Каплана Мейера, при которых CD3 положительные, это больше 5, CD4 положительные, то есть больше половины окрашенных клеток, у нас дает значительно более такой разрыв в показателях наживаемости P002. Немножко о рекомендациях. Сейчас идет взрывной такой рост по экспоненте частоты и апгрейдов разных-разных рекомендаций, в том числе вот КАПовские рекомендации обновляются практически каждый год. Британские рекомендации обновляются каждый год или через год. Это международное агентство по изучению рака делает свой протокол и свои рекомендации, чтобы было, так сказать, единообразие и униформное описание. И мы тоже хотим, чтобы вы присоединились к разработке отечественных рекомендаций по диагностике и лечению рака молочной железы. Принимаем все пожелания. Спасибо. Спасибо большое.